Каким советом Нюши пользуется Егор Крит? Несмотря на то, что Егор Крит и Нюша не вместе вот уже несколько лет, поклонники до сих пор мечтают об их воссоединении и делают фотошоп-каллажи, будто они до сих пор вместе. Теперь же стало известно, что сам Егор Крит с особенным трепетом относится к бывшей и даже пользуется одним из ее советов. Недавно Егор Крит дал большой сольный концерт в Ледовом дворце. К этому событию артист дал большое интервью и рассказал много интересного о жизни и творчестве. По традиции фолловеры артистов дают много советов исполнителям, даже когда их не просят. Например, почитатели рэпа считают, что Егор исполняет исключительно композиции в поп-стиле, поэтому не следят за его творчеством. Артист же признался, что ему приходится ориентироваться на мнение поклонников, поэтому не так часто может позволить себе пойти на эксперименты. В этом он пользуется советом Нюши. Ты можешь многое потерять, если делаешь что-то не то, как бы это странно ни звучало, но мне об этом говорила Нюша. В свое время она сказала мне очень грамотную вещь. Когда ты артист и становишься известным, у тебя появляется аудитория, не стоит забывать о том, за что тебя полюбили. Потому что если забиваешь на них и делаешь только то, что хочешь сам, ты понимаешь, что от тебя могут отказаться. Вот история с Ваней Дорном. «Мне показалось, что половина аудитории не поняла его новый альбом с американской историей», считает артист. Но все же на данный момент он живет не только музыкой. Напомню, что сейчас Егор Крид снимается в проекте «Холостяк» и недавно фанаты даже вычислили потенциальную победительницу. Но это пока не точно. Отмечу также, что впервые принять участие в проекте Егору предложили еще в 2015 году, когда у него вышел одноименный альбом. Но тогда артист отказался. Стать холостяком Крид согласился лишь по прошествии времени. Как сложится судьба артиста в проекте, мы узнаем уже совсем скоро.